Доброе утро! Добрый день! Рад видеть вас! Спасибо! Андрей, вот я признаюсь нашим зрителям по секрету, что я знаю, что вы провели очень интересное исследование. Вы детально изучили, как разные церкви в России относятся к войне, которую ведет Россия против Украины. Поэтому давайте, поскольку исследование у вас настоящее большое, сразу на этом замолкаю и передам вам слово. Мы ведем как страна, как народ, как государство войну на выживание. Украина сегодня переживает этап просто геноцидной войны, которую развязала против нее и ведет Российская Федерация. И здесь нет мелочей. Здесь необходимо видеть всю картину целиком для того, чтобы мы могли защитить свои права и интересы. Просто само право на существование, которое Россия старается поставить под угрозу. И, конечно, и для нас, как Украины, и для государства-агрессора религиозный вопрос, фактор религии, он играет значимую роль. По социологическим вопросам в европейской перспективе Россия где-то в средине государств по религиозности, а Украина где-то в первой трети государств по религиозности. Что это означает? Это означает, что количество людей, которые заявляют о том, что они являются верующими, представителями той или иной религиозной организации, достаточно высокое. И у Украины особенно высокое, и у России достаточно высокое. Соответственно, религиозный фактор, он заметен в общественно-политической жизни. И от того, какую позицию занимают религиозные организации, многое зависит и в Украине, и в государстве-агрессоре в России. Поэтому я исследовал положение дел в этой сфере в Российской Федерации. В России есть четыре так называемые традиционные религии. В соответствии с их представлениями это православие, ислам, буддизм и иудаизм. В 2021 году был соцопрос, и 66% россиян заявили, что они являются сторонниками православия, 6% что они сторонники мусульманства, 1% что они сторонники буддизма, и чуть-чуть меньше, собственно говоря, представителей иудея. Но это вот четыре традиционные религии. Государство Российское, Российская Федерация имеет с ними особые отношения. И поэтому важно было посмотреть, насколько эти структуры втянуты, собственно говоря, в войну против Украины. К сожалению, результаты ожидаемые. Мы имеем дело в этой войне не просто с путинским режимом, мы имеем дело с российским населением в целом. И, к сожалению, религиозные организации оказались и на последнем этапе, который начался 24 февраля 2022 года, абсолютно вовлеченными в войну против Украины. Правда, в разной степени. В зависимости от того, это православие, это ислам, буддизм или иудаизм, тут все-таки степень вовлеченности в войну против Украины, она оказалась разная. Ну и теперь давайте в деталях разбираться. То есть вот затравку-то вы сделали, ну а теперь нам уже интересно. Давайте в подробностях. Давайте начнем с традиционной, вот с православной религии, потому что она тут как бы всем понятна, мы много об этом говорили. Ну и затем дальше все остальное тоже интересно. Конечно, в России наиболее влиятельной церкви, которая занимает привилегированное положение, является Российская Православная Церковь. К сожалению, она не смогла преодолеть свои исторические болезни. Вот цезаропопизм, подчинение государственной власти, вовлеченность в обслуживание интересов имперского государства, которое наблюдалось столетиями, начиная, собственно говоря, с Московского царства, но особенно уже в Петровский период, когда церковь была превращена, по сути, в подразделение государственной власти. И заканчивая уже, и сталинский период церковь была под контролем государства, несмотря на все гонения, и сотрудничала тесно с государством, вынуждена. И вот эта традиция, она при Путине получила новый толчок. Хотя на первом этапе войны, в 2014 году, мы видели, что РПЦ старалась все-таки в публичных заявлениях дистанцироваться от политики российского государства. В реальности поддержка была, принимали участие, конечно, и отдельные священники, иерархи в войне против Украины. Но публичных заявлений о ситуации в Украине было не так много. Вот эта ситуация после февраля 2022 года, она изменилась. Уже в марте прошлого года патриарх Кирилл, 6 марта в проповеди в церкви, в одной из центральных церквей Москвы, он заявил о том, что война, которая ведется против Украины, но он ее не называл войной, а вот эта борьба с Украиной, якобы поясняется тем, что Украина напала на Донбасс, потому что на Донбассе придерживаются определенных ценностей, в частности, не приемлют гей-парады. Вот якобы вокруг этого вопроса и ведется борьба, якобы это не просто имперская борьба, а вот такая борьба даже духовная, по пояснениям патриарха Кирилла. То есть это была попытка подменить реальные причины войны, которую ведет российское государство, агрессивной войны и геноцидной войны, а геноцидная это война, потому что цель уничтожить, собственно, украинское государство и украинскую нацию, и РПЦ внесла еще идеологический вклад в продвижение этих идей в виде поддержки идеи русского мира. Эту идею продвигала и российское государство, и российская церковь. А идея русского мира, которая отрицает, по сути, субъектность Украины, украинской нации, украинского народа, она и ведет к дальнейшим действиям по ликвидации реальных украинских государственных институтов по попытке разделить Украину. И вот то, что началось в марте, было продолжено целым рядом действий самого патриарха Кирилла. Он дальше популяризовал и вот эту еретическую идею, почему она еретическая русского мира, потому что она подменяет проповедь Евангелия, собственно, продвижением этнофилитического учения, далекого от реальности и далекого от Евангелия. Он вручил тогда же весной прошлого года главе, командующему Национальной гвардией России, икону августовской Божьей матери и золотом, который вовлечен непосредственно в агрессию против Украины. Он поблагодарил Кирилла Гундяева и заявил о том, что эта икона поможет одержать победу. И вот с каждым месяцем риторика патриарха Московского она становилась все более откровенной и дошла до, собственно, сакрализации самой идеи войны против Украины. У России огромная проблема, когда она напала на Украину в том, еще с 2014 года, что она своими действиями, она очень брутально нарушает международное право, она подрывает международный правопорядок, и ей необходимо как-то пояснить свои действия. И для этого Россия использовала разные методы и квази-исторические аргументы, и вот такие квази-юридические придумывала какие-то версии о том, что Крым там незаконно был передан, еще какие-то придумывала такие вещи, которые не вписываются в международное право и нарушают. Но масштаб содеянного в прошлом году, он требовал еще большего накачки и российского населения, и идеологии, и пояснения миру. И вот церковь начала рассказывать о том, что это едва ли не священная война. Вот патриарх Кирилл, например... Российская православная церковь называет это священной войной. Они продвигают такие тезисы, которые к этому подводят. Например, в сентябре Кирилл Гундяев, патриарх московский, он заявил о том, что погибшие на этой войне, они попадут в рай, по сути говоря. То есть вот такая сакрализация происходила войны. Причем заявление Кирилла Гундяева, оно последовало после того, как в России была объявлена в сентябре месяце так называемая частичная мобилизация. То есть церковь, по сути, подыгрывала и пропагандистскому нарративу российскому, который пытался представить Украину как какое-то нацистское государство, как государство, которое совершает геноцид на Донбассе. И когда необходимо было мобилизовать россиян на эту войну в сентябре, то вот выдвинуто было вот такое пояснение от РПЦ. Ну и я уже не говорю про более низкие уровни РПЦ и иерархии, клирики, которые поясняли эту войну против Украины самым брутальным образом, были включены прямо в пропагандистские нарративы, запугывали россиян. То есть это все вписывается в процесс демонизации и дегуманизации украинцев. А это не просто негативные действия. Вот это часть на самом деле геноцидной политики. Для того, чтобы совершить геноцид, государство-агрессор, оно должно вначале дегуманизировать объект своей агрессии, объект, который подвергается преступлению к геноциду. И вот такие заявления со стороны представителей церкви, которые влияют на заметное количество российского населения, они, конечно, помогали российскому государству проводить эту агрессию. Ну, РПЦ была, конечно, не единственная структура, про нее много говорят. И не зря, конечно, говорят, потому что фактов ее взаимодействия с российскими вооруженными силами, с оккупационными администрациями, с силовыми структурами Российской Федерации, органами власти, их очень и очень много и на оккупированной территории, и непосредственно в России. Чуть-чуть меньше у нас знают про ситуацию с другими религиозными организациями. И здесь картина тоже по многим параметрам удручающая. Второй по популярности религии в России является ислам. Андрей, можно на секундочку вас буквально остановлю? Есть какие-то, может быть, случайно, вот я понимаю, что вы не готовили намеренно это, но просто, может, у вас есть в процентном соотношении, вот сколько там православных, сколько там ислам исповедуют, известно? Да, ну вот по социологическим опросам, проведенным в 2021 году, 66% россиян заявили, что они православные. А 6% заявили, что они мусульмане. 6% только? 6% да, но здесь надо иметь в виду, что Российская Федерация, она состоит из нескольких регионов и нескольких стран. И есть маленькие страны в составе Российской Федерации, где ислам это традиционная религия. Ну, например, второй по численности, если верить официальным данным российским народ, это татары, казанские татары. Это несколько миллионов человек, 5 миллионов человек, и большинство из них исповедуют ислам. Поэтому это серьезный фактор. На Северном Кавказе есть целый ряд республик, небольших стран, где ислам занимает доминирующее положение. Есть диаспоры народов, которые исповедуют ислам в разных частях Российской Федерации. Поэтому ислам играет важную роль в жизни народов, которые живут на территории Российской Федерации. И здесь, к сожалению, приходится констатировать, что российское государство сумело взять под контроль исламские организации России и использовать их в этой войне для оправдания своих преступлений, для мобилизации россиян в соучастии в этих преступлениях, тяжких преступлениях на территории Украины, таких преступлениях, как геноцид, военные преступления и другие. Почему я могу утверждать это? Буквально после начала широкомасштабной агрессии во Владикавказе был проведен круглый стол, посвященный участию религиозных организаций в формировании общероссийской идентичности. На нем были представлены очень широко как раз исламские организации России. В России четыре самых больших объединения мусульман. Это Центральное Духовное Управление Мусульман России, это Духовное Собрание Мусульман Российской Федерации, это Духовное Управление Мусульман Российской Федерации и Координационный Центр Мусульман Северного Кавказа. Вот это такие четыре большие зонтичные организации и более восьми десятков духовных управлений мусульман региональных. Вот на этом собрании во Владикавказе большинство, три зонтичные из четырех исламских организаций присутствовали. Присутствовали муфти Чечни, Мордовия, Татарстана, Башкортостана, представитель нелегитимного духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, оккупационная структура. Представитель мусульман Абхазии, структура из непризнанной территории. И вот они все практически поддержали нападение России против Украины, риторику, которую тогда продвигало российское государство необходимости деноцификации, демилитаризации Украины. И более того, они заявили о том, что участники этой войны против Украины являются шахидами, то есть погибшие среди них будут считаться мучениками за веру. Ну, естественно, что это абсолютный абсурд, потому что Украина это государство, где очень высок уровень религиозных свобод, где мусульмане свободно исповедуют свою веру. В отличие от той же самой России могут намного более свободно вести проповедь и изучать свое вероучение. И вот такими заявлениями подменяется тоже реальный характер войны. И это влияет на россиян. Более того, последующие заявления разных религиозных структур исламских в России, они подтверждали эту же позицию. Вот именно попытка оправдать войну против Украины, попытка сакрализировать эту войну. И были даже прямые призывы к геноциду муфтий Карачаева-Черкесии, который одновременно является главой координационного центра мусульман Северного Кавказа, Исмаил Бердиев. Он в марте прошлого года говорил буквально о том, что если сдастся руководство Украины, то все равно не надо вести с ним переговоры. Он говорил о том, что Украина должна быть уничтожена. Эти слова, они зафиксированы. И это важно. Почему? Потому что такие слова нуждаются в правовой оценке. Нельзя о них забывать. Я думаю, что те, кто совершают призывы к геноциду, они очевидным образом нарушают конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказание за него, принятую в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в 1948 году. Там преступлением в соответствии с этой конвенцией является призыв к геноциду. И эта же позиция, она закреплена и в уголовном законодательстве Украины, и, что интересно, в законодательстве Российской Федерации. То есть этот призыв, он преступен и по сути, и по форме. И поэтому подобные призывы должны фиксироваться и, собственно, получать правовую оценку. Я думаю, что если будут трибуналы по итогам войны, то вот такие пропагандисты, они будут привлекаться к ответственности, как это было после Второй мировой войны, когда в Нюрнберге пропагандисты привлекались к ответственности. В частности, вот те, которые занимались пропагандой в СМИ нацистской идеологии. Теперь давайте перейдем к буддизму, я правильно понимаю? Да, буддизм это религия, которая исповедуется традиционно в трех небольших странах, входящих в состав Российской Федерации. Это в Бурятии, это Калмыкия и Тыва. Интересная ситуация сложилась как раз среди буддистов России. Глава буддистов мира, именно тибетского буддизма Далай Лама, он категорически осудил действия России сразу после начала широкомасштабной агрессии. А все основные три организации буддистов, которые есть в России, буддистская традиционная Сангха России, центром в Бурятии, объединение буддистов в Калмыкии и духовное управление Камбы Ламы в Тыве, они все как раз представители тибетского буддизма. Но, к сожалению, призыв Далай Ламы не был услышан всеми буддистами в России. Вот буддистская традиционная Сангха России с центром в Бурятии, Дамба Аюшеев, который ее возглавляет, он, по сути, очень активно включился в все российские пропагандистские нарративы по демонизации Украины, в попытках найти религиозное оправдание действиям российских солдат. Напомню, что они на территории Украины совершают преступления и военные, и преступления против человечности, и геноцид. То есть это самые тяжкие международные преступления, а Дамба Аюшеев, глава буддистской традиционной Сангхи России, он поддерживает это все, оправдывает, пытается подвести религиозное обоснование в войне против участия буддистов, в войне против Украины. В ТВ это небольшая республика, там буквально несколько сот тысяч жителей живет, министр, так называемый министр обороны, военный преступник Шойгу как раз происходит из этой республики. Но представители буддистского духовенства, они формально поддерживают войну, но не очень активны в продвижении вот этих преступных нарративов российской власти. А самая интересная ситуация в Калмыкии, Тулу Телку Ринпоче, это Шаджин Лама, глава объединения буддистов в Калмыкии, более того, он представитель Далай Ламы в Российской Федерации, в странах СНГ и в Монголии. Он несколько месяцев молчал, только намеками в июне прошлого года, когда был праздник в честь дня рождения Будды, он говорил о том, что он пацифист, но отмалчивался. А вот осенью прошлого года он покинул территорию Российской Федерации и в Монголии он публично заявил о том, что Украина права, что украинцы защищают свою жизнь, свое государство, свои ценности, что оснований для нападения России не было, собственно говоря. И это стало прецедентом. Никто из больших религиозных организаций России, крупных, заметных в общественной жизни и в общественной сфере, до этого не заявлял подобного. Вот он на этот шаг решился, когда находился за границей. Ну естественно последовала реакция. Его объявили в январе 2023 года иноагентом, иностранным агентом. Почему такая была черная метка от российского государства. Он, конечно, не возвращался после такого заявления на территорию России. И он вынужден был сложить свои полномочия главы Шаджин-Ламы, главы объединения буддистов в Калмыкии. Хотя вот 30 лет он занимался, собственно, возрождением России, который в Калмыкии, который буддизм был почти под корень уничтожен в советское время. И то, что произошло возрождение буддизма в Калмыкии, это его заслуга. Но обстоятельства, как мы видим, под давлением, собственно, российской власти, вынуждены были отказаться от этого поста. И теперь на этом посту избран другой человек. Но пока, к счастью, от него тоже не слышно такой активной какой-то проповеди, которая бы поддерживала российскую агрессию против Украины. Или, возможно, я их пока не обнаружил, но активности большой я не заметил. И вот этот прецедент, когда глава религиозной организации в России заявил о том, что Украина права, а Россия ведет, собственно говоря, неправедную войну, на таком уровне больше пока никто не повторил. Потому что в России, естественно, оказывается давление на религиозных деятелей, чтобы они поддерживали именно политику Кремля. Но пример есть, и я надеюсь, что и другие духовные лидеры найдут в себе силы быть именно духовными лидерами, а не обслугой в религиозном антураже для преступного путинского режима. Андрей, об иудаизме что-нибудь скажем? Да, конечно. В России относительно немного евреев. По официальным данным где-то 80 тысяч их при последней переписи было выявлено. Наверное, немножко больше. Наверное, их немножко больше в реальности тех, кто относит себя к еврейской традиции. И, конечно, несмотря на свою численность, эта группа занимает заметную позицию в общественной, экономической жизни России. И поэтому важно, как будут реагировать их религиозные лидеры. В России есть два больших объединения иудейских. И каждая из них имеет своего главного раввина России. Вот есть федерация еврейских объединений и организаций России с главным раввином Бер-Лазаром. И есть конгресс еврейских общин России. Там Адольф Шаевич, главный раввин по версии, вот второй как бы по версии конгресса. Федерация еврейских организаций и объединений России во главе с Бер-Лазаром, она, собственно, возникла уже при Путине. И получала серьезную поддержку от Кремля и стала самой влиятельной в российской, в еврейской общине, в российском и иудейском сообществе. Интересно, что сам Бер-Лазар и в целом федерация, они, конечно, хотят сохранить лояльные отношения с Кремлем. Но при этом они вот таких брутальных заявлений, как делали представители некоторых, а очень многих, к сожалению, религиозных организаций российских другой направленности, они стараются избегать. То есть они не кричат о геноциде, о том, что якобы Украина проводит там геноцид на Донбассе, не кричат, что необходимо там геноцифицировать Украину, говорят о том, что хотели бы выступить посредниками в переговорах между Украиной и Россией. Надо сказать, что Бер-Лазар, главный раввин России, он относится к хасидскому направлению иудаизма, и оно в Украине, собственно, родилось. И представители наших украинских объединений хасидов, Асман возглавляет рабиных, он заявил весной прошлого года, что проклянет тех, кто будет эту войну вести так, чтобы, если будут какие-то жертвы среди его сторонников. Ну, приблизительно так он говорил. Возможно, это тоже в какой-то степени влияет на позицию единоверцев в России. Хотя тут ситуация не такая однозначная. Были и со стороны президента этой федерации Равина Бороды заявления, которые можно было трактовать как попытка подключиться к поддержке российского нарратива про деноцификацию Украины. Его даже по этому поводу фонд Навального летом прошлого года внес в список продажных лидеров общественного мнения. Но он сам после этого пытался откреститься от подобных заявлений, сказал, что вот так он не думает. И Адольф Шаевич, он тоже занимает похожую позицию, говорит больше о необходимости заключения мира. Когда-то этот конгресс еврейских организаций России был главной силой во времена Ельцина в еврейском сообществе Российской Федерации. Сейчас он на втором месте. И поэтому можно так сказать, что иудейские организации в России, они пытаются сохранить лояльные отношения с путинским режимом. Но при этом стараются избегать активного участия в его таких пропагандистских кампаниях в поддержании этой войны. Только отдельные представители этих общин не принимают участие такое активное. Но есть и тоже интересный пример. Главный раввин Москвы, настоятель хоральной синагоги Москвы, и он же глава равенадского суда СНГ Пинхус Гольчмидт, он весной прошлого года выехал за пределы Москвы. И одна из его родственностей тогда объяснила это тем, что на него началось давление, чтобы он поддержал агрессию против Украины, войну против Украины. Он этого не хотел. Поэтому выехал. Он вначале выехал в Венгрию, помогал беженцам из Украины, потом оказался в Израиле. И на его место власти, насколько можно судить по открытым источникам, пытались продвинуть одного из раввинов, который публично поддержал агрессию против Украины. Но интересно, что в июне прошлого года произошли выборы раввинов в Москве, и был переизбран снова Пинхус Гольчмидт. То есть община не поддалась прямому давлению. Правда, он уже тоже летом вынужден был все-таки уйти с этого поста. Он не возвращался уже в Москву. Но сам факт, что он даже позднее выступал с прямыми призывами евреям покидать Россию, поскольку, по его мнению, могут быть негативные развития в этой войне для России. И тогда виноватых начнут искать, и по российской традиции понятно, кого могут обвинить в проблемах, в проигрыше России. И, кстати говоря, по официальным данным, приблизительно 20 тысяч евреев в прошлом году Россию таки покинули. И многие, я думаю, и сами понимают, куда движется современная неофашистская Россия. А кого-то и призыв Пинхуса Гольчмидта, в общем-то, отрезвил и привел к вот такому решению покинуть Россию в связи с тем, что, конечно, общественная ситуация в России ухудшается. Россия из авторитарного государства, она все более приобретает черты откровенно тоталитарного государства. И поэтому ничего позитивного внутренней жизни для российских граждан в плане защиты их прав и свобод, собственно говоря, не светит. Андрей, вот я хочу напомнить тем нашим зрителям, которые будут смотреть, которые исповедуют разные религии, что мы сейчас не говорим о религиях в целом. Мы говорим просто о тех людях, которые выступают в качестве пропагандистов, я правильно понимаю, и о представителях разных религий, потому что я подозреваю, что многие скажут, что мы тут вот сейчас пытаемся, я не знаю, что то, что мы сейчас скажем, может быть использовано здесь, в Украине, против представителей тех или иных религий. Но мы не об этом сейчас говорим. Вот я просто сразу хочу это подчеркнуть. Да, я, конечно, с вами согласен. У нас ситуация вообще в Украине другая, религиозная. Но даже в России, когда мы говорим о том, что клирики, иерархия поддерживают, например, путинскую позицию, это безусловно не означает, что все сторонники этих религиозных объединений поддерживают путинизм, рашизм, как это определено теперь в постановлении Верховной Рады, то есть идеологию и практику экспансионизма, реваншизма, такого неофашизма российского. Хотя нельзя забывать и о том, что, конечно, когда большинство самых влиятельных, самых популярных религиозных объединений России, они все-таки поддерживают политику правящего режима. Это прежде всего об РПЦ мы можем сказать. Кстати, и самая большая старообрядческая церковь, как это ни парадоксально, потому что старообрядцев столетиями просто гнало российское государство. Вот сторонник, глава российской православной старообрядческой церкви Корнилий Титов тоже прямым текстом заявляет о том, что Россия должна быть империей, о том, что Украины нет определенных границ. То есть поддерживает линию российскую. Вот если лидеры ведущих религиозных объединений поддерживают линию на агрессию против Украины, то это не может не влиять хотя бы на часть населения, значительную часть населения Российской Федерации. И в этом плане лидеры тех религиозных объединений, которые позволяют себе обслуживать интересы российского государства в ущерб и собственной вере, принципам собственной веры и в нарушении международного права и в нарушении даже российского права, они, конечно, берут на себя ответственность не только моральную. Это соучастие, собственно говоря, в преступлении. И вот здесь, кстати, важно, что можно сделать в этой ситуации. Вот мы видим негативную картину, когда в России власть поставила на службу своей политики экспансионистской, которая является преступной, по сути, религиозной организацией. Это важный вопрос. И один из путей нейтрализации такого влияния на верующих – это оценки подобных заявлений авторитетных религиозных лидеров, авторитетных религиозных центров как раз с точки зрения религии. Вот тут интересный пример тоже есть в православии. Вселенский патриарх, Константинопольский патриарх Варфоломей, он не один раз, ну вот я просто могу взять одно из его последних заявлений, в марте уже 2023 года он заявлял о том, что РПЦ несет ответственность наравне с российским государством в том, что творится в Украине, в тех преступлениях, которые тут совершаются. И он, конечно, абсолютно прав, но очень важно, когда это говорит не нейтральный эксперт, не журналист, а когда говорит именно духовный лидер, который имеет духовный вес именно в своем религиозном течении. И поэтому вот такие заявления, они очень важны. Интересно, что в прошлом году действия патриарха Кирилла осуждали члены, собственно, разных структур РПЦ. Ну, например, несколько соцсвященников в самой России, они осудили заявление в поддержку войны против Украины, они заявляли о том, что Украина сама должна выбирать свой путь. Это, к сожалению, это не мейнстрим, они вот такие религиозные диссиденты оказались, но такое заявление было. Интересно то, что у нас в Украине несколько соцсвященников, диаконов, то есть клириков ОПЦ, тогда еще и МП, они, да и сегодня, к сожалению, они по сути остаются ОПЦ и МП, они обратились с заявлением о том, чтобы Пентархия, это объединение пяти самых старых, самых авторитетных церквей, чтобы они дали оценку заявлением Кирилла и патриарха московского Кирилла и его действиям, и в частности его этнофилитическому учению про русский мир, ну и другим его действиям. Там за последнее время, конечно, РПЦ, в частности в Африке, в нарушение канонов развернуло деятельность на территории, например, Антиохийского, уточняю, Александрийского патриархата, что является тоже нарушением канонов. Вот было такое обращение, чтобы была дана оценка с точки зрения как раз церковного права действиям патриарха Кирилла. И надо заметить, что в истории такие примеры были. Патриарх Ником в 17 веке был московский патриарх Ником, был лишен сана как раз по решению Пентархии. И вот поскольку существует такой механизм, то вот клирики ОПЦ и МП, они обратились, чтобы рассмотрели действия патриарха Кирилла. И, конечно, если бы такое решение было принято, оно бы очень четко квалифицировало его действия с точки зрения религиозного создания для многих православных, для кого православие и его каноны являются очень важной частью жизни. Андрей, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы вам очень за это признательны. Спасибо за ваше исследование. Это действительно очень интересно. Спасибо огромное. Спасибо вам и до встречи. До встречи. Андрей Иванец был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень благодарны. И, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok